Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. 35 миллионов рублей. Такой ущерб нанесла жителям Самары создатель финансовой пирамиды. Минус 18 свалок. В Красноглинском районе городские службы ликвидируют несанкционированные мусорки. С творчеством по жизни в Самаре подвели итоги конкурса декоративно-прикладных работ воспитанников детских домов и школ-интернатов. 35 миллионов рублей. Именно такой ущерб кошелькам жителей Самары нанесла предприимчивая бизнес-леди. В Ленинском районном суде стартовал громкий уголовный процесс по обвинению Юлии Жильцовой. По версии следствия, она создала финансовую пирамиду, жертвами которой стали более ста потерпевших. Большинство из них пенсионеры. Телекомпания Самары ГИС тоже поучаствовала в раскрытии резонансного дела. Хроника событий у Олеси Корецкой. Гелиус и Тиферет. Две компании, которые организовала подсудимая Юлия Жильцова. Финансовые пирамиды обещали самарцам золотые горы, а в итоге оставили у разбитого корыта. По материалам обвинительного заключения, фирмы, организованные Юлией Жильцовой, давали рекламу о том, что принимают деньги у граждан под высокий процент. Иногда ставка доходила до 75%. В эти фирмы обращались самые разные люди, от студентов до пенсионеров. Наша телекомпания посещала компанию Гелиус, еще когда та работала и принимала деньги от людей. Сотрудники, которых сначала ввели в заблуждение о честной финансовой схеме, со временем обман раскусили и предупредили. Их пирамида – вещь ненадежная. У нас уже тут глобальные проблемы. Я вот сижу чисто здесь, потому что мне должны мою зарплату. Так что берите свои деньги и уходите куда-нибудь подальше. Мой личный совет. Потому что то, что пишут, это тупо обман. Вот и все. Как потом выяснилось, это были последние часы работы Гелиуса. Через три дня в офисе прошли обыски. Учредителя фирмы Юлия Жильцова задержали и поместили в изолятор. Видео, снятое нашими корреспондентами, тогда было передано следователям. Данная организация, как полагает следствие, изначально была создана для хищения денежных средств путем мошенничества. Так как привлекая взаимы от населения, денежные средства не вкладывались ни в какие программы. Андрей Ворожбенский увидел объявление о финансовой кампании в газете. Таких там сотни. Отдал компании «Гелиус» почти 100 тысяч рублей. Ожидал прибыль через три месяца. Надеялся, что за это время ничего с вложенными деньгами не случится. Я пришел, чтобы захотел снять досрочно. Мне в вертикали сказали, что в офисе этого больше не существует. Обращайтесь в полицию, прокуратуру. Жертвами фальшивой финансовой пирамиды стали 125 человек. Сумма ущерба – 35 миллионов рублей. Юлия Жильцова обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса. Незаконное образование юридического лица и мошенничество. Жильцова вину в совершении указанного преступления не признала. Уголовные законы предусматривают наказание под данной статьей до 10 лет лишения свободы. По делу о мошенничестве продолжается исследование доказательств. Допрашиваются свидетели и потерпевшие. Юлия Жильцова сейчас находится под подпиской о невыезде. Свои действия на допросе объясняет просто. Так получилось. Мы следим за развитием темы. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Тюремный срок за убийство грозит 55-летнему жителю Самары. По версии следствия, мужчина во время бытовой ссоры задушил ухажера своей дочери. Чтобы скрыть преступление, тело убитого с помощью ножовки по металлу расчленил прямо в собственной ванне. Затем вывез за город и закопал в лесополосе. Найти убийцу удалось благодаря машине погибшего, которая была припаркована во дворе преступника. Уголовное дело возбудили по статье убийства. Задержанный находится под стражей. Более трех килограммов сильнодействующих веществ изъяли сотрудники Шереметьевской и Самарской таможен. В почтовую посылку, пришедшую из Китая, под видом крахмала были упакованы анаболики, запрещенные в России. Содержание опасных примесей выявила экспертиза. Кроме того, в момент получения посылки был задержан ее заказчик. Это 22-летний житель Самары, которому теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Лицо, которое получило данную посылку, затруднее вас пояснить, с какой целью им был отшлен заказ данного вещества. По данному факту, в Самарской таможне возбуждено уголовное дело по статье 226, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно контрабанда 7000 веществ. В Самаре полным ходом проводится очистка территории. Задача убрать все несанкционированные свалки. В Красноглинском районе было выявлено 18 таких точек. В районе большая площадь частного сектора. Дачный массив, много строек. Свалки образуются на пустырях и в зеленой зоне. Как проводится ликвидация, увидел Олег Зверев. Бригада рабочих выходит на участок во всеоружии. Грабли, лопаты, пластиковые пакеты. В течение часа лесная пушка, заваленная мусором, приводится в порядок. Поехали дальше. Откуда на улице Ветвистой взялась несанкционированная свалка, можно только догадываться. Многие дачники и жители частных домовладений не заключают договоры на вывоз твердых коммунальных отходов. Кроме того, неизвестно куда отправляют утиль строители. Тракторные покрышки оставили точно не бабушки из частного сектора. Администрация Краснолинского района регулярно проводит мониторинг несанкционированных свалок. Значительную часть территории района занимают лесные зоны. Кроме того, велика площадь частного сектора. Исправлять ситуацию с мусорными завалами приходится районной власти. Есть такая проблема, что люди не заключают договоры на вывоз мусора. Строительные организации не отслеживают своих подрядчиков. Правонарушители загрязняют наши леса, овраги. Заключается муниципальный контракт. И подрядная организация, выигравшая торги, работает. В этом году в Краснолинском районе выявлено 18 несанкционированных свалок. Из них 4 уже ликвидированы. До конца ноября все проблемные территории будут приведены в порядок. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Большой праздник творчества. В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса декоративно-прикладных работ воспитанников детских домов и школ-интернатов. На конкурс представили 80 экспонатов. В финал попали только 5 лучших. Что ждет победителей конкурса, дальше узнала Лариса Шалафаст. Вышивка, батик, куклы и мягкие игрушки. На выставке представлены лучшие работы воспитанников детских домов и школ-интернатов области. В каждый экспонат вложены все творческие силы и фантазии ребят. В этом году выбирать лучших было особенно сложно, отмечают члены жюри. Уровень конкурсных работ вырос в разы. Работы, которые здесь представлены, они вполне конкурируют. И практически невозможно отличить коррекционное направление. Это работы ребят детских домов. Это профессиональные работы, которые вполне могут участвовать на всероссийских конкурсах. Творческие конкурсы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводятся в регионе уже 7 лет. В этом году на выставке «Мастерок» представлено 80 экспонатов. Свои творения представили ребята из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска и Камышлы. Активные занятия творчеством помогают детям лучше развивать свой творческий потенциал, уверены организаторы. Это то творчество, которое необходимо развивать в детях. Каждый ребенок по-своему талантлив, я, наверное, говорю, какими-то штампами, но это так. И задача-то, в общем-то, и педагогического состава самих наших учреждений, и массовые, прежде всего, школы, выявлять таких детей. Пять лучших работ победителей регионального этапа конкурса будут представлены на финальной выставке окружного конкурса прикладного творчества в Казани с 13 по 15 октября. Лариса Шалафас, Сергей Баскин, События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре разыскивают мужчину, ограбившего ювелирный магазин. Инцидент произошел в железнодорожном районе на улице Спортивный. Посетитель попросил продавцов показать ему 9 золотых цепочек. После он напал на сотрудниц, похитил украшение и скрылся. Приметы злоумышленника на вид – 30 лет, рост 180 сантиметров, волосы темные, короткая стрижка. Был одет в темную баллоневую куртку, темное трико, кроссовки. Всем, кому что-либо известно о митенахождении подозреваемого, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить на номер 102 по мобильному телефону. В Тольятти две девушки 17 и 18 лет отравились грибами. Пострадавшие сами обратились в скорую. Врачи сделали промывание желудка и увезли их в больницу. За минувшие сутки медики Тольяттинской скорой выезжали также в село Ягодное, где оказали такую же помощь 57-летнему местному жителю. С нового года в платежных квитанциях за услуги ЖКХ появится новая строка – плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас эти расходы включены в общую графу «Содержание и ремонт жилого помещения». Пока сумма, которую собирают разные управляющие компании за сбор твердых коммунальных отходов, разнится в каждом регионе. Сегодня плата за вывоз мусора составляет примерно 2,5 рубля с квадратного метра жилья. Тарифы устанавливает управляющая компания. Самарские школы вошли в топ-500 лучших образовательных организаций за 2015-16 учебные годы. Список опубликовал Московский центр непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки России. В первой тройке лучших – учебные заведения из Санкт-Петербурга, Саранской и Москвы. Из Самарской области в рейтинг вошли 9 школ областной столицы и Тольятти. При составлении рейтинга учитывались результаты ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников. Набор в бесплатные кружки и секции начался в детских епархиальных образовательных центрах. Детей от 4 до 16 лет будут обучать пению и рисованию, игре на фортепиано и гитаре, английскому языку и ландшафтному дизайну, а также самообороне и рукопашному бою. Сейчас открыты 37 учебных филиалов в Самаре, Тольятти и в районах области. Центры расположены на улицах Буянова и на Черемшанской. Адреса других филиалов можно утащить на сайте, адрес которого вы видите на экране. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго, увидимся.